С наступлением холодов в Славянском районе увеличилось количество пожаров. О причинах возникновения, а также как не допустить такие чрезвычайные происшествия, мы поговорили с заместителем начальника отдела надзорной деятельности и профилактических работ Рустемом Джеляловым. На сегодняшний день у нас на территории города и района зарегистрировано 51 пожар, на которых погибло 6 человек, получили травмы различной степени, тяжести также 6 человек. Основными причинами пожаров послужили это неисправность электрооборудования, либо ненадлежащее ему состояние, то есть пришедшее в неугодное использование пришедшего в неугодного электрооборудования, либо неправильное пользование им, то есть нарушение правил эксплуатации данного оборудования. Также много возгораний по причине нарушения права пожарной безопасности при проведении различных работ, связанных с применением открытого огня, то есть неосторожное обращение с огнем. Это сжигание мусора, проведение каких-либо огневых работ в доме. Ну и с наступлением холодов увеличилось количество пожаров по причине нарушения правил эксплуатации отопительных приборов, как печей, как газовое оборудование, так и электронагревательных приборов. На сегодняшний день приказом Главного управления МЧС России по Красноярскому краю проводится ряд мероприятий, проводится операция отопления, также организованный проводится месячник безопасности, в ходе которого мы проводим совместно с соответствующими службами, это, как правило, управление социальной защиты населения, казачества, представители ОМВД по Славянскому району по обходу семей, скажем так, попавших в трудную жизненную ситуацию, либо неблагополучных, то есть наиболее подверженных рискам, скажем, возникновения пожаров и иных чрезвычайных ситуаций. Либо затруднительное финансовое положение, люди просто не могут привести свое жилье в належащее состояние, либо, скажем, там пьющие люди, да, то есть, которые также у нас подвержены данному риску, ну, потому что, как правило, из шести погибших у нас на территории района практически, ну, в принципе, все шесть случаев, это случаи гибели людей, ну, находящихся в интрезвом состоянии, то есть, выпили, закурили в постели, и причина вот такая, вот такого плана. То есть, в этом направлении проводится работа, то есть, проводятся совместные рейды, в ходе которых мы разъясняем требования основной пожарной безопасности, пытаемся до этих людей достучаться, о необходимости соблюдения требований в повседневной своей жизни. По семьям, которые, скажем, финансово просто не могут, да, какие-то мероприятия устранить, то есть, уходим в администрацию для оказания адресной помощи там по каким-то вопросам.